привет друзья с вами q.ru я андрей всем привет друзья я давид у нас сегодня обзор очень необычного интересного смартфона sony xz1 компакт и я расскажу свое мнение о sony x1 и за x1 компакт вообще компания sony наверное одна из тех компаний которую мне реально жалко у компании действительно куча технологий разных они делают хорошие телевизоры и экраны у них хорошая серия плееров волкман у них отличные камеры и в рамках телефонов они некоторые вещи эти реализовывали а некоторые не очень получались и в данном случае с появлением новых xz1 компакт мне больше всего приглянулась именно моделька компактной версии потому что честно говоря это тот же самый флагман что и сейчас мы можем найти на рынке у других компаний у той же самой sony в случае с xz1 который просто чуть больше но при всем при этом xz1 компакт интересен тем что это наверное единственный на рынке сейчас смартфон в компактном корпусе в маленький смартфон который не знает там девушке можно купить даже ребенку если бюджет конечно позволяет и при всем при этом у вас не будет компромиссов вообще не по части производительности не по части звука камеры или чего-либо еще очень удачная модель очень интересна и с точки зрения дизайна и всего остального и с большим интересом и парня поговорим поэтому давайте приступим очень коротко расскажу отличие отложим ее в сторону то что основной мы посвящаем именно этому телефону обзор отличаются они немногим первое что хочется сказать конечно же размером экрана здесь hd 4 6 дюйма здесь соответственно full hd 5 и 2 дюйма то есть каждый выбрать для себя сам второе важное отличие для кого-то может быть несмотря на то что есть здесь карта памяти поддержка до 256 гигабайт имейте ввиду что компакт выпускается только с одной сим-карты для всех стран из карты памяти а обычный можно его большим братом назвать большие брата обычные выпускается либо с двумя либо с одной сим-картой имейте ввиду если аппарат с двумя сим-картами большой то соответственно тут совмещенный слот вместо 2 можно поставить карточку памяти также еще очень важное отличие телефоны в принципе идентичны отличие по внешнему виду точнее не по внешнему виду по материалам корпуса в компакте стеклопластик и действительно это что-то напоминает nexus если вы когда пользователь с меня поймете где же полностью металлическая рама и отличие в боках в торцах сверху и снизу здесь у компакта это металл а здесь наоборот пластик отмечу конечно же еще последнюю наверное вещь не считает того что фронтальная камера отличается но не сильно по мегапикселям основные камеры одинаковые это количество встроенной памяти откровенно говоря в компакте sony просто зажали в таком дорогом телефоне ставить 32 гигабайта встроенной памяти ну конечно по нынешним меркам это немного здесь же 64 все как надо в остальном смартфоны очень похожи я все проверил единственное время работы от аккумулятора еще отличается у обоих телефонов аккумуляторной батареи на 2700 миллиампер и если говорить о компакте то он конечно живет подольше видео без перерыва крутит компакт 6 часов 40 минут обычный крутит в районе 6 часов 15 минут в реальности мы говорим о том что компакта при среднеактивных нагрузках на день должно хватить цветовой большого с трудом и наверное одно из немногого что мне прежде всего импонирует это прежде всего дизайн на фоне всех мыльниц которые сейчас есть на рынке разных форм размеров цветов и так далее sony это прям квадратишь практишь гут несколько цветов этой модельки реально действительно интересный корпус данном случае компакт выполнен в отличие от старшей модели которая из металла здесь это пластик стеклопластик какой-то тип со стеклянными нитями задние но все-таки это давайте говорить пластиковый корпус и горелла глаз пятого поколения мне очень нравится как она выглядит в принципе как она лежит в руке да допустим меня достаточно крупная рука и вот этот угол острый в отличие от старшей модели он не режет руку когда ты держишь смартфон он очень удобен и в небольшой руке например женской поэтому если девушки любят компактный смартфон хотят отличную камеру то вот пожалуйста для вас пожалуй единственное что в принципе можете найти на рынке в этом сегменте и очень интересное решение с точки зрения дизайна эргономики и в общем в этом даже sony тоже молодцы прям уже лайк с точки зрения камеры в sony xz1 компакт тоже все хорошо в качестве модуля используется новейшая разработка компании sony amx 400 по слухам этот модуль отрабатывали как раз в сотрудничестве с подразделением который занимается производством различных камер которые так полюбили например sony rx очень удачная версия в данном случае модуль на 19 мегапикселей и действительно камера в данном xz1 компакт наверное одно из лучших что сейчас есть на рынке конечно в каких-то вещах можно найти и тех кто будет снимать лучше но честно говоря по моим впечатлениям смартфон снимает не хуже каких-нибудь samsung s8 и one plus 5 и при этом стоит одинаковых сравнимых денег но сравните габариты ребята плюс ко всему sony напичкала камеру кучи различных функций я имел возможность сравнить камеры смартфонов напрямую и могу сказать что xz1 компакт снимает ночью перед даже светлее чем остальные и чуть больше детализации как по мне отдельно скажем что и очень прикольный авторежим в частности режим фокусировки на ваших глазах и показываю сразу тыкаете в экран куда фокусироваться смартфон автоматически определяет насколько широкая эта область тыкаете на область фокуса и смартфон сразу переключается в общем очень интересно реализована камера и на самом деле зовут этого прям твердая пятерка компании sony что вставили наконец в компактный смартфон отлично работающую камеру но отдельная приблуда хотя конечно по большей части она игровая это технологии до полной реальности включаете вот так вот и например у вас здесь могут появиться динозавры сразу это все звуком сопровождается ну и конечно же отдельно отметим что вообще sony молодцы продолжают вставлять свои смартфоны отдельную кнопку на камеру работа достаточно просто открыли камеру нажали на кнопочку она скусировался сразу сделала кадр причем камера обладает собственной внутренней памятью поэтому смартфон делает сразу несколько фотографий до момента нажатия и сразу после вы можете выбрать какие-то варианты которые вам больше понравится разрешение для 4 6 дюйма на мой взгляд нормально здесь hd 1280 на 720 это 319 пикселей на дюйм кто-то может быть скажет маловато но для меня картинка в любом случае плотная и приятная плюсы sony могу отметить что экран очень яркие даже на ярком солнце читаться должен хорошо плохого про него ничего сказать не могу на мой взгляд экран приблизительно похож на тот же 7 ми 5s и на samsung galaxy a серию который правда его дешевле чуть ли не в два раза но в любом случае экран классный отдельное спасибо sony за то что они идут дурацкой моде не следует оставляет стандартный разъем три с половиной миллиметра для наушников есть у sony очень интересная фича это настройки звука которые в отличие от многих других фирм здесь действительно звук изменяет и в чем-то даже улучшает реально я слушал и слушать одно удовольствие я не могу сказать что звучит эталонно например смартфоны со встроенными цапами или флагман от lg например в 10 в 20 на мой слух звучит чуть лучше но в любом случае звучит шикарно и в качестве патри плеера вы этой модели будете довольны еще раз отмечу sony молодцы вот эти настройки они реально улучшают звук и меняете он и есть обычный разумеется эквалайзер ну это же sony вспоминаем кассетные плееры вспоминаем как они рынок пытались менять и формацию и attract делали имени диски делал если копнуть в историю sony то это одна из самых технологичных компаний в сфере электроники в мире что мне безусловно понравилось это замечательные стереодинамики стереоэффект действительно есть и когда вы смотрите фильм вы слышите эти эффекты это намного лучше чем других телефонах реализовано стерео потому что обычно используется динамик на боку а второй динамик обычно работает на треть громкости в нем высокие и средние частоты здесь же два полноценных динамика в обоих телефонах и звук классный про камеру андрей уже достаточно много рассказал от себя добавлю соглашусь с ним что камера действительно классная и ночная съемка замечательный и вера эффекты классные но еще отмечу что мне здесь понравилось я никогда не видел настолько высокого качества работы стабилизатора как в этих телефонах такое чувство что я использую какую-то дорогую приблуду сейчас модно продают под телефоны всякие стабилизаторы электронные вот здесь за счет пяти осевой стабилизации когда я снимаю видео и даже хожу то очень все хорошо оригиналы примеры вы можете разумеется посмотреть по ссылке под этим видео работает просто 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 замечательно кроме того отмечу очень высокое качество видео она просто великолепно и особенно в 4к очень сильно понравилось по менюшке если рассказать по оболочке sony конечно сумели выделиться есть как говорится в порох пороховицах sony поставили сюда android 8 обзор мы снимаем в октябре 2017 года в принципе каких-то на первый взгляд огромных отличий от того же седьмого нет плюс sony что добавляет от себя например стамина про который андрей тоже рассказывал может здорово вас вырочит целом могу что сказать немножко sony могу поругать за небольшие подлагивания в интерфейсе они не всегда но иногда могут проявиться в самый неожиданный момент когда например перелистываешь или подгружаешь что-то иногда бывает возможно новые прошивки все это дело исправят и с другой стороны все это стало теперь очень сильно похоже на стоковый android единственное у sony можно немножечко настроить при желании лаунчер как в меню приложений которые здесь есть так и на рабочем столе настроек достаточно много значки больше например сделать и так далее единственное чего я не нашел это поменять местами кнопку назад и кнопку список последних приложений возможно будущем эта возможность появится телефон очень похожи но мне очень хочется рассказать вам про старшего брата про большую модель давайте так договоримся если это видео наберет тысячу лайков то мы сделаем обзор еще полноценный именно на эту модель про процессор тут совсем просто ребят 4 гигабайта оперативы не думайте что этого мало хватит вам я уверен а по процессору 835 snapdragon 540 adreno видеопроцессор вам этого с лихой хватит еще на 2-3 года самое малое те же танки world of например ниже 59 не опускалась на максимальных настройках то есть автоном то есть производительность высочайшая вердикт по большому счету если по придираться к телефонам если захочется придираться кроме цены тут каждый для себя решает сам то в принципе как таковых минусов и нет единственное лично мне не нравится то что он угловатый когда я держу телефон в руке разговариваю будет просто элементарно впивается в руку это моя придирка возможно вы этого не заметите но оба телефона достаточно острые грани имеют еще отмечу разумеется влагозащита ip68 sony это из первых фирм которые это делает 2012 года в самом первом флагмане у них была и здесь сохранилась при том разумеется разъемы не закрыты но подводу окунать его можно даже когда я открыл смартфон взял в руку он мне уже показался интересным когда потестировал походил с ним несколько дней он показался еще более интересно потому что честно говоря это действительно одно из немногих уникальных предложений на рынке компактный смартфон с абсолютно топовым надо мин характеристиками хотя но оперативки конечно бывают и больше но как бы а зачем при всем при этом отличный процессор отличная камера хороший экран пусть небольшой но он хороший и отличный звук приличная достаточно автономность где здесь слабое место вот честно найдите цену может быть кто-то это скажет но с другой стороны опять же учитывая текущие характеристики этого смартфона то цена вполне себе оправдана обзор мы заканчиваем характеристики цены можно посмотреть по ссылке под этим видео здесь на youtube канале кьюк спасибо всем вам за просмотр пишите свои комментарии если кто-то купил уже такой телефон напишите свой короткий отзыв и как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны с вами был андрей давид и алексей счастлива первый смартфон который стоит нет не первый ладно сонки состоять умеет